Сколиоз Сколиоз, проблема века В норме у человека есть физиологические изгибы позвоночника, которые формируются у него в первый год жизни Ребенок начинает держать голову, у него формируется шейный прогиб Когда он садится, у него формируется шейный так называемый кифоз Когда он начинает ходить, у него формируется поясничный лордоз То есть позвоночник в норме представляет из себя такую пружинку, которая является амортизатором при движениях, когда человек ходит их и совершает Есть генетические проблемы искривления позвоночника, есть проблемы воспалительного инфекционного характера, которые искривляют позвоночник Но чаще всего это то, с чем мы встречаемся на практике, это болезнь слабости мышц Вот смотришь на детей, пока в школу не пошли, вроде все в порядке Как зоопарту сели и надолго, да теперь еще и перед компьютером, то позвоночники у всех детишек кривые В самых разных плоскостях и вперед-назад, и так называемые ротированные сколиозы, когда по оси позвоночник скручен У нас сегментарная иннервация, то есть между каждыми отделами позвонков из-под каждого позвонка Выходит нервы, которые иннервируют каждый строго свою область внутренних органов, кожи, мышц, это называется драматом То есть человек под драматомной иннервацией, соответственно, когда идут смещения в позвонках Они приводят и к нарушению работы внутренних органов И вот изобретен вот этот электрод корсетного типа, который широко охватывает все мышцы, которые идут вдоль позвоночника И что поддерживает нарушение осанки? Дистония мышечная То есть с одной стороны где-то мышцы более сократились, с другой стороны где-то растянулись И мы имеем соответствующее искривление Так вот, подобрав поляризацию этих электродов и силу воздействия, мы можем теперь выпрямлять позвоночник Причем неинвазивно, в отличие от тех методик, которые существуют сегодня и без всяких побочных эффектов Универсальный электрод, который можно использовать в методиках профилактики лечения сколиозы Это укрепление мышц спины В то же время он очень хорошо работает на мышцы ягодиц, мышц пресса Универсальность его в том, что его можно использовать Вот так он работает на боковые мышцы Это если мы его одеваем на зону пресса То же самое мы работаем на зоне пресса вот так Одеваем И так же мы его используем для мышц ягодиц Одеваем вот так или вот так В этом его универсальность, что мы его просто крутим по оси и работаем на равную группу мышц Одеваем электрод Предварительно его нужно обильно смочить водой Сейчас мы его будем использовать для методики профилактики сколиоза Укрепления мышц спины Поэтому в этом случае мы одеваем его вот таким образом на ягодички У нас будут задействованы мышцы бюдер, ягодицы и мышцы спины Укладываем пациента на животик И для этой методики нам понадобятся еще вот такие два электрода Которые мы будем надевать на руки и одновременно использовать Также смачиваем обильно в воде Одеваем Захватываем слегка плечо Необходимо соблюдать правила работы со сколиозом У девушки имеется сколиоз Соответственно мы должны определить в какую сторону у нас искривление позвоночника Для того, чтобы распределить плюсы У девушки искривление позвоночника в правую сторону Соответственно мы должны усилить напряжение левой мышцы спины Подключаем одновременно два прибора Сиреневый проводочек это у нас плюс Синий проводочек это у нас минус В зоне ягодиц нам необходимо, чтобы был усиленный импульс Соответственно мы в сиреневый подключаем кнопочки, которые расположены на ягодицах И синенькие мы подключаем вниз минус Необходимо подключить две одинаковые программы, чтобы мышцы сокращались все в одном режиме Подключаем программу спина один И добавляем потихонечку мощность до видимых сокращений Через 15 минут занятия лежа на животе мы пациента переворачиваем на спину Руки под голову Электроды необходимы, чтобы они располагались на плечо Выравниваем пациента И подключаем к повороту Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин